Слава Господу! Бог – благ, и при том всегда и на всяком месте. Когда ты знаешь, что Бог – благ, на Него можно полагаться. И даже когда сложные ситуации и времена приходят, если забыть, что Бог – благ, можно начинать волноваться. Но как толку начинаешь думать, что Бог – благ, и Он рядом, и Он любит, сразу легче и жить, и улыбаться. И я помню, однажды был очень расстроен, и вдруг я начал улыбаться. И люди рядом спрашивают, а что вдруг вы заулебались? Тут нет ни телевизора, ничего. Отчего вы улыбаетесь? Я сказал, потому что я вспомнил, что Бог – благ. И вы знаете, одна сфера, в которую мне было всегда тяжело поверить, что Бог – благ, это когда Он мне поручает какую-то ответственность, особенно большую. Я всегда думал, Бог суровый, Он как мой папа или мама, поручает мне то, что я не могу. А потому что, поэтому каждый раз, когда я потом заканчивал, исполнил то, что Он мне поручил, думаю, ой, отчего же я расстраивался. Оказывается, если Бог просит, Он знает, что ты сможешь. Эта проповедь важная, давайте послушаем ее. Если Бог просит, это значит, сможешь и получится. Дело в том, что Бог никогда у нас не просит ничего, если Он думает, что мы не можем это сделать. И когда я говорю, Бог не просит, я имею в виду так же, что Бог не допустит, не вложит в твое сердце, если Он считает, что ты не можешь. Многие люди говорят, а Бог меня лично не просил. Оно горит в твоем сердце – да, Бог просил. Оно вложено внутри тебя – да, Бог просил. Неемия оставил работу, работу при царе. Переехал в другую страну и в другой город. И начал поднимать стены города. При этом мы нигде не слышим, что был голос Божий с неба. А как же Бог ему говорил, он дальше нам объясняет. Он сказал, я никому не сказал, что Бог вложил в мое сердце. Бог не говорил гром с неба, Бог вложил. Оказывается, то ли Бог вложил в твое сердце, то ли Бог проговорил с неба, то ли гром с неба – это то же самое, что Бог тебе говорил. Бог никогда не вложит в тебя что-то, если Он считает, что ты не можешь. Он уверен, поэтому Он дает тебе. Библия говорит, книга «Исход», 13 глава, 17-18 стих. Бог выводит израильского народа из Египта. Он обещал Аврааму, Он обещал Исааку, Он обещал Иякова до смерти, Он обещал Иосифу, и прошел время много лет, и, наконец, Бог выводит Израиля из Египта. И когда же фараон отпустил народ, смотрите, Бог не повел его, кого? Народа по дороге земли филистинской. Почему? Потому что она близко. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся, народ увидел войну и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогой, пустиной к Черному морю, и вышли с Израиля в вооружение из земли египетской. Да, они-то были вооружены, но воевать не готовы. Кем они были до этого? Рабами. И даже Бог сам проверил свою израильскую армию, так называемую, и он пошупал, пошупал, и решил увидеть войну, убегут назад. Они еще не готовы. И Бог специально так повел, чтобы они не встретили войну. тем быстрее мы готовимся в некоторых вопросах, тем больше Бог и быстрее, и короче многие вопросы решаются. Некоторые вещи Бог нас ведет в жизни не потому, что это идеальный путь, а наша неготовность. Вот наша неготовность влияет на то, как быстро и куда Бог нас поведет. Поэтому, если Бог тебе что-то уже просит в твоей жизни, вложил в сердце, бросает тебе вызов, дает тебе задание, это значит, сто процентов, Он тебя проверил, Он тебя через свой ринген небесный, и пришел к выводу, ты можешь. Вот заметьте, многие люди часто сами себя останавливают. Как сказал один человек, один африканец, сказал свою пословицу, что если нет внутреннего врага, то внешние враги с ними гораздо легче. Потому что порой главный враг это не внешние враги, а внутренние, убежденность, которые в нас, как мы себя видим, как мы на себя смотрим. Заметите, победишь внутреннего врага, все остальное константно. Если другие добились, тем более ты вместе с Господом. Четвертая книга Царства, четвертая глава, Библия говорит, первый, второй, третий и седьмой стих. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой, он умер, и теперь пришел взаимодавец забрать сыновей моих, рабы в Сибирь. И Елисей говорит, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет, у рабы твоей ничего в доме. И как будто подтвердить версию о том, что ничего нет, она говорит, кроме сосуда с елеем. Это слово, кроме сосуда с елеем, она говорила, как подтверждение, что нету у меня дома. Скажите со мной, Отец Небесный, дай мне дух откровения и премудрости. Еще раз, Отец Небесный, дай мне дух откровения и премудрости. Вот получается, ничего нет. А Елисей говорит, вот, дальше пишется, и сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей своих, сосудов порожних набери немало. Седьмой стих написано, она, женщина, пересказала человеку Божию, а он сказал, пойди, продай масло, заплати долги твои, и что остается, на тему будешь жить с новыми женщина, в седьмом стихе, семь стихов, семь, на седьмом стихе, она бизнесменка, продает нефть. А в начале, кем она была? Забирает детей, забирает квартиру, забирает все, забирает это, забирает это. Как я буду жить? Она потеряна, растеряна, но Елисей увидел. Вот я начинаю подозревать, что многие слозы, плач, которые в нашей жизни сейчас, меня забирали в квартиру, меня забирали. Это потому, что, в отличие от Елисея, мы не хотим видеть, что через седьмой стих эта женщина будет нефтемагнатом. Мы только смотрим на видимое, делаем окончательный вывод, исходя из временных ситуаций. Заметите, женщина говорит, у меня ничего нет, а Елисей говорит, у тебя что-то есть. Поработаем с тем, что у нас есть. Почему женщина сказала, у меня ничего нет? Ей показалось, что задача гораздо больше, чем она может. Ресурсы гораздо больше, чем я могу решать. На самом деле, Бог видел, ресурсы достаточно. Иногда нам кажется, конец света, кажется, все закончено, кажется, ничего не получится, кажется, но кажется, это не значит, так и есть. Первое царство, 17 глава, 22 стих, 26, Давид оставил свою ношу обознанному сторожу и побежал в Риаде и придя, спросил братья своих о здоровье. И вот, когда он разговаривает с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из ряда филистимских и говорит те слова, «И Давид услышал их, и все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Говорили израильтяне, видеть этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить. Израиль, если бы кто убил его, одарил бы того царю великим богатством и дочь свою выдал бы за него. И дома отца его сделал бы свободным в Израиле, то есть налоги бы не платили, какой бы бизнес, у тебя не было без налогов. И Давид услышал какой-то шелчок в нем ни из-за денег, ни из-за дочь. Заметите, Давид стоит, нет ни разминки, ничего, он просто разговаривает с братьями, пахнет сыром, и выходит Голиаф. Бог специально сделал, чтобы Давид был там, потому что Бог вложил все, что надо, чтобы убить Голиафа. Внутри Давида. Когда Давид был дома, оно не проявлялось. Когда Давид был в пути, оно не проявлялось. Когда Давид где-то там что-то брал в дороге, не проявлялось. Когда он разговаривал с братьями, не проявлялось. Когда вышел Голиаф, у Давида кое-что начало проявиться внутри. И он начал говорить, что дают тому, кто победит его. Заметите, Давид, когда Бог говорит тебе, что надо делать, не надо поднять аргументы, отговорки и оправдания. Они очень даже неуместные. Знаете, почему неуместные? Он знает, что он вложил в тебя. Иеремия 1, глава 4 по 9 стих. Бог пришел к Иеремию и говорит ему, «Прежде, нежели я образовал тебя, во чреве я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел с утробы, я поставил тебя пророком для народа». А он говорит, «О, Господи, нет, я не умею говорить, я молод». И Бог говорит, «Не говори, я молод, ибо ты пойдешь и сделаешь, и что повелю, скажешь». Опасность в чем? Если Бог сказал, сделай, а ты все время аргументы, 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 Бог найдет вместо тебя человека другого. Но ты, как смоковница, теряешь право на жизнь на земле. Вот, нужно двигаться вперед. Заметите, есть сила в словах. Библия говорит, Евангелие от Иоанна 1, глава 1, стих по 4. Написано, в начале было слово, слово было у Бога, слово был Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь был свет для человеков. В начале было слово, и все, что начало быть, начало через слово. Скажите, слово Божие творит. Еще раз скажите, слово Божие имеет силу внутри себя, чтобы исполнить то, что Бог говорит. Когда Бог говорит, Он не дал тебе информацию просто. Внутри Божьих слов, кроме информации, там находится сила, которая способна исполнить то, что Бог только что сказал. Бытие 1, глава 3, стих по 7. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. 6 стих. И сказал Бог, да будет тверд посреди воды, и да отделает она воду от воды. И Бог создал тверд, отделил воду, которая подтвердил. В словах Божьих есть Божья сила. Сила творить, сила создать, и сила начинать. Поэтому, когда Бог тебе поручает, Бог, Он знает, что ты сможешь, потому что Бог доверяет своей силе, которая в Его слове, которая Он дал тебе. Три вещи, которые важны для того, чтобы это Слово работало в нас. Для того, чтобы мы исполнили Божие поручения. Первое. Аллилуйя. Первая книга Царства, 17 глава, 32 стих по 37. И сказал Давиду Саулю, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филисимлянином. Решение. Дальше. Саул говорит, не можешь, мнение людей. Поэтому Давид говорит, 34 стих. Раб твой пас овец, и бывало приходил лев и медведь. 35. Я гнался, нападал, отнимал. 37 стих. Написано, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки филисимлянина. И сказал Саул Давиду, иди и добудет Господь с тобой. То есть Саул говорит, я тебе лично не доверяю, но тот Господь, который на тебе, доверяю. Если мы желаем достичь того, что Бог нам поручил, нужно верить в то слово, которое Бог тебе сказал, верить в том Боге, который в тебе, верить, что оно работает в тебе. Говорится, Деяния 3, 4 по 8. Петр и Иоанн ходят в час молитвы в храм, и встретили хромого, сидит возле ворота. И Петр и Иоанн говорят, золота и серебра у меня нет, но то, что я имею, даю тебе. Говорит, во имя Иисуса из Назарета, встань и ходи. Они верили, что Иисус сказал, даю вам власть наступать на всю силу вражию, что это во мне работает. Что тебе сказал Бог? Оно в тебе и осталось. Оно работает все время, даже пока ты спишь. Оно внутри. Номер 2. Первая книга Царства, 30 глава, первый, пятый стих. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелаг, а Малекетян напали с юга на Секелаг и взяли Секелаг и сожгли его огнем. И женщины всех, бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. И жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид, и народ, бывшие с ним, вопли и плакали, доколе не стало в них силе плакать. Взяты были в плене оба жены Давида. Это называется что? Они вернулись в Секелаг после войны. И что они нашли? Город сожженный. Квартир нет, домов нет, жен нет, детей нет, собак нет, котов нет. Попугаи остались, и они пытаются рассказывать, что произошло. Вы понимаете? И получается, что Давид первый начал плакать. Шторм. И в тот момент, когда показалось Давиду, 6-й, 7-й, что хуже не может быть, в этот момент совещание среди его людей, и решение принято. Давид был сильно смущен. Почему? Народ после совещания приняли решение побить Давида камнями. Библия говорит, он смущен. Сначала реакция смущения. Дьявол подумал, ага, сделаем нокаут. Давид же, Библия говорит, укрепил себя надеждой в Господе Бога. Второе царство, 23, 8-й стих, 18-й, я не все буду читать, я расскажу. Вот имена храбрых у Давида. Один из них там поднял копию свою на 800 человек. Дальше. По нем Елиазар вызвали филистимляне на войну. Из реталины вышли, а он стал поражать филистимляне до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. За ним Шама, сын Гаги, когда филистимляне пришли в войну, он на поле, сберег поле, посреди поля, и Бог дал победу. Трое всех главных из 30 вождей вошли и вошли в время жертвы, куда ведут. Слушайте внимательно. В пещеру о Даламу, когда толпы филистимляне стояли в долине Рифаима. То есть толпа, масса воин филистимских. И эти триои пришли к Давиду. И Давид говорит, и захотел Давид пить. И смотрите, он говорит слух, мысли. Кто напоит меня водою из колодеза Вифилиемского, что ворот? Это он говорит мысли, слух. А там находятся три храбрых. Информация одинаковая всем людям. Но как реагируют на нее? По-разному. В зависимости от состояния души. Тогда трое этих храбрых пробились. Что такое пробиться через толпу? это копьем. Это убить достаточно людей, чтобы пройти. И на пути назад убить столько же, чтобы пройти. Ради чего? Царь сказал, хочется ему пить воду. Давид окружен, он потом отказался пить. Он сказал, что за круг людей? Это значит, когда они пошли, они ему не говорили. они не пытались так, царь, ты знаешь, что мы лучше этих, мы тебя любим, не эти, которые, а вот мы сейчас пойдем за воду. Вот. Теперь царь будет любить нас. Они даже ему ничего не сказали. Это их натура. Когда Бог дает тебе задания, любые, Бог имеет в виду, что недалеко от тебя где-то есть храбрые. которые Бог поднимает. Когда один храбр отступает, не сдавайся, недалеко где-то Бог разрешает им отступить, это значит, параллельно Он уже поднял других. Мы живем в 21 веке. И Бог сегодня предлагает каждому из нас быть храбрыми Давида. Слава Богу. Все, что Бог тебя просит, Он знает, что ты сможешь. Даже если оно больше тебя, Он знает, что получится. Ресурсы у тебя есть, потенциал есть, все, что надо, дари, способности есть внутри. И давно-давно, когда Церковь Победы только началась, я всегда шучу, что мы выросли от 200 до 30 человек. За полгода мы уменьшились катастрофически, мы меняли места собрания. И вдруг однажды, когда я хотел просить у Бога разрешения уехать из страны, оставить Церковь Победы, и Бог мне сказал, молись за исселение. Я сказал, Господь, о каком исселении идет речь? Я вообще и что интересно, Бог начал исселять в волне. Первое собрание исселения было катастрофическое, потому что женщина умерла на собрании. И вы знаете, Бог благ, Он ее воскресил из мертвых. И вот с того времени я молюсь за исселение всегда и везде. Я сейчас приглашаю вас посмотреть на интересные свидетельства о том, как Бог творит чудеса в жизни людей. И ожидай свое чудо, потому что после этого я буду молиться за тебя. Идти до краев земли и проповедовать Евангелие, призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение Христос для всех городов расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Фестиваль Иисуса это место, где каждый может прийти и получить свое чудо от Бога. Место, где тысячи людей, слыша благую весть, обретают спасение, исцеление и восстановление. Людмилы Дмитриевны уже два месяца было вирусное воспаление спинномозговых узлов. Из-за этого были очень сильные боли в спине. Что это за воспаление? Ну, это, я вообще врач, это вирусное поражение спинномозговых узлов, которое выходит из позвоночника и поражение межребельных нервов и боли очень сильные. Практически герпес так и остается вирус. Он есть у всех, но не у всех поражается. боли нет? Была очень сильная боль три месяца. Фактически это заболевание очень не обезболивающее и не помогает ничего. И боль полностью прекратилась во время молитв. То есть врач пришел к другому врачу? Да. К Иисусу Христу? Единственное. И он сделал чудо для врача. Вы представляете, как Бог любит? Он исцеляет врачей. Господь, спасибо тебе, что ты исцелил врач. Врача во имя Иисуса. Ильи на протяжении двух лет было плохое зрение. Сегодня намного лучше он видит. Здравствуй, Илья. Добрый день. Сколько тебе лет? Мне 11 уже. 11? Ты можешь стать сюда. Вот, молодец. 11 лет. Скажи, пожалуйста, что случилось с тобой сегодня? Я уже стал лучше бачить. А у тебя был ты раньше через очки? Как ты определил, что ты стал лучше видеть? Я стал разглядывать в очи, и мне показалось, что я лучше бачу. Вот ты видишь женщину здесь перед тобой? Да. Что она держит в руках? Книжку. Какого цвета книжки? Синю. Синного цвета. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу. Это я так рад. Иногда, когда я слушаю свидетельства, я не могу произносить четко, отчего человек исселился, потому что названия такие сложные, но главное, ранами Иисуса любые болезни, со сложными названиями, с простыми названиями, Бог, Он исселяет. Через ран Иисуса мы все исселены. Я хочу помолиться за исселение, чтобы Бог сегодня сделал чудо в твоей жизни, но перед тем, как я это сделаю, я хочу помолиться за важнейшие события в твоей жизни, новое рождение. Когда человек рождается заново, принимает Иисуса Христа, это чудо, которое фиксируется на земле и фиксируется на небе. если если ты хочешь получить прощение грехов своих и стать Божьим детьем, то помолись со мной прямо сейчас. Скажи Отец Небесный, прости меня все мои грехи, очисти мое сердце, войди в мое сердце Иисус и будь моим Господом и Спасителем во имя Иисуса Христа. Аминь. Молодец, если ты помолился эту молитву, искренне Бог простил тебя. Теперь жи руку там, где болит в теле твоем, вторую руку или подними к Богу или притягивай направление телевизора. Протяни и Бог сделает чудо с тобой. Господь, благодарю тебя. Во имя Иисуса я приказываю всякие болезни и неможи уйти от головы до ноги. Всякая опухоль да растворяется, а точно в теле рак пусть умрет. Я приказываю во имя Иисуса. Аллергия кожи уйди. Господь, я благодарю тебя за твою силающую силу, которую полностью восстанавливает. Спасибо тебе, Господь. Жидкость, которая накопилась в мозге, пусть исчезает. И где бы жидкость не было, которая накопилась в теле, пусть растворяется. Во имя Иисуса. Провозглашаю исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит. Я вас очень люблю и Бог вас любит. Держитесь, с вами Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова